Привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала. С вами Дэйф, мы продолжаем моё строительство под чаёк. И у меня для вас очень важное объявление. Произошло какое-то обновление, и нам добавили в настройки графики вот такую вот строчечку. Качество моделей. В общем, вы можете теперь выбрать три уровня детализации моделей. Низкая, средняя и высокая. И для обладателей слабых машин это прям очень хорошая строчечка. Давайте я вам сразу же продемонстрирую, что это такое, с чем это едят. В общем, на самых низких настройках, вот на воротах, как вы видите, ворота превращаются в шлак с расстояния 5 метров. А полная детализация только когда вы уже дотянетесь до них рукой. Простите, пожалуйста, трастеры вообще ужасны. Лод объекты трастеров, это просто что-то с чем-то. И мне даже на это смотреть страшно. Но это минимальные настройки. На средних настройках, естественно, данное расстояние увеличивается. И они, как видите, уже преображаются и превращаются в полную какаху уже с расстояния 40 метров. С воротами все так же печально. Вот, как вы видите, полворот есть, полворот нет. Ну и высокие настройки. Это у нас уже 100 метров. Вот. Вот у нас полная детализация. Отлетаем на 100 метров. И, как вы видите, пропадают ворота. Они, в принципе, вообще не должны пропадать. Я не понимаю, почему так. И немножко не в ту сторону разработчики все-таки смотрят, ибо половина FPS сжирают тени. Не модели, а именно тени. Ну, в общем, вот как-то так. А я добавил пару граней, потому что мне совершенно неинтересно было смотреть, как выглядит поезд, который похож на лодку. И мы продолжаем строительство. Продолжаем строительство моего поезда. Так. Что нам надо? Нам надо окна. Не такое. Вот такое. Так. Тут уголочек. У меня, по-моему, было вот такое окошко с уголочком. В общем, я и рад, и не рад данному. Если бы это было с тенями, я бы был более рад. Потому что пока что, как мы видим, тени у нас печальные. Так-с. Уже что-то с чем-то. Уже на что-то начинает быть похоже. Я понимаю, что он будет высоковато. Огромное спасибо вам за комментарии. Очень много было предложений сделать и две рельсы. Ну что, в принципе, логично. И сверху провести еще один рельс с такой же подвеской. Но я думаю, нам не надо так сильно будет поворачивать. А тут я нечаянно пильнул. Хотел подпилить немножко колесо и пильнул всю вот эту вот фигню. И она мне тут поломала даже кусочек базы. Так что у меня тут вот такие вот отверстия теперь организовались. Так-с. Заберем цвет. Давайте немножко восстановим. Пускай наинка поработает. Так что у меня теперь тут дыр. В общем, это все упало и, слава богу, не пробило мне крышу. То, что они пытаются оптимизировать игру, это обозначает то, что они, в принципе, понимают, что что-то в ней не так. А здесь мы, наверное, какие-нибудь мостики вообще поставим, да? А если так? Будете смотреться? Интересно. Не-не-не-не-не-не. Фу-фу-фу. Фу. И, кстати, да, он начал пилить. Ну, как сказать, чтобы не обидеть. Кверх ногами поставил. Надо было поставить вверх. И сделать их черными. Ни хрена он его пилит, как долго. Так-с. Продолжаем. При вас хлебать не буду, меня спрашивают. А что-то ни разу не слышали, как ты хлебаешь чаек-то? Ну, это некрасиво будет. В общем, как-то уже вот так вот более интересненько становится. Еще здесь какие-нибудь лампы. Квадратные. Или обычные. Сейчас решим с вами, друзья мои. И они сюда. Нет, встанут. Встанут. Хоп, хоп, хоп. Можно было даже двойные сделать, но, тем не менее. Нет, центральную совершенно не надо. Это же поезд. Хреново смотрятся мостики. С этими. Надо просто мосты поставить и просто черные. Это уже дизайн. Надеюсь, не очень громко пилим. В общем, пока я оставлю вот это вот недоразумение. И перейду все-таки к общему концепту. Эп. Ай. Науга, драган. Так. Интимный вопрос. Номер два. А как мне теперь спуститься-то? Без гидрогена-то. Без водороду. Спасибо, Нань. А налить? А налить ты мне не хочешь? Ничего? Так. Ангелочки есть такие. Хирурганчики. Хьюстон, а хава проблем? Ладно. Нет, резьбы нарежем. Так, тут далеко падать? Ой, далеко. А почему у меня все корабли-то повыключены? Так бы я хоть корабль мог взять? А так у меня из этого рая не выйдет ничего. И как видите, на максимальном совершенно настройке моделей у нас все равно проблема. А проблема заключается в том, что у нас коннектор очень страшно выглядит. Даже при максимальных настройках. Ну, не настроили еще. Пытаются ребята что-то сделать. И за это им респект. Ну. И, кстати, то ли мне кажется, но... По-моему... Пипец. То ли мне кажется, то ли он медленнее начал резать резаком. Спасибо. На ней. Не тронь мое тело. Ошибся я немножко. Пробежим по красивому кораблю. Вы знаете, дало где-то, ну, кадров... Ну, кадр 2. Вот это вот. Оптимизация моделей. Это, наверное, те, у кого совсем плохие процессоры. А, в общем, тут... Не тронь мой бренный труп. Мое брендное тело. Ой. Те, у кого совершенно плохие процессоры. А вот видеокарточки... Это уже тени. Ну, пусть. Может быть, когда-нибудь нам и с тенями то же самое придумают. Потому что минимальные тени, они... Отображаются на 4 километра. Пусть они в низком разрешении, но тем не менее, они отображаются. И они ужасны. Если честно. Кис. Кис. Нет, не кис. Кис. Кислород. Генератор кислорода. Спасибо. Это можно забрать. Мне вот интересно, а почему не перекидывать-то пустые бутылки? У меня на нить не забрала пустые бутылки. Молодец. Респект ей и уважуха за это. Так, остальных трупов что-то у меня слишком много. И, в общем, было очень много комментариев. Спасибо вам огромнейшее за них. Очень приятно читать. Очень приятно, что вы вместе со мной строите это творение. И смотрите, уже насколько стало приятнее смотреть на него. По крайней мере, сбоку. Так, тут мы, наверное, поставим угловой блок. Верни мне мой цвет. Почему-то цвет изменяется. Ну, как вы знаете, тонкостей в этой игре очень много. Каким-нибудь вот таким вот решетчиком. Оп. Смотрите. О. Ладно, это все дизайн... А, что? Резакс. Скому не сделала. Молодец. Умная девочка. По крайней мере, на нить не работает. И за что ей спасибо. И забирает у меня мой инструмент. Так, в общем, на ней. Отдай, отдай, отдай. Сейчас мы это все удовольствие напрямую положим в кислород. Сейчас уберем вечерелу. В общем, должны они немножко еще поработать с тенями. И будет игра, в принципе, играбельна. Отсосаться. И вот в этот сундук уже сложить. Будем надеяться, отсюда она уже не заберет. Нет, не забрала. Молодец. Кис. Да. Попала прямо в генератор кислорода, что и следовало ожидать. Игра развивается, и это не может не радовать, но что-то какими-то слишком неактивными шагами. Но обновление все-таки мажорное. Теперь у нас есть браузер. Браузер не открывал. А че? Слушайте, а что? Очень даже ничего. Мне нравится. На чем мы остановились. Здесь мы сделаем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну-ка, вернись-ка. Усложнение геометрии. Такое ощущение, что здесь нет окна. И... Давай я помогу. Сама справилась. Нет, вот кстати, вот этот вот блок как раз и должен быть обычным. Ну ладно. Потом. Все потом. И теперь добавляем еще окна. Уже более длинные. И это уже будет наш потолок. Смотрите, какая у меня кабина получается. Вау-вау-вау. Классно. Я бы сказал, даже хорошо. Постепенно начинает все это удовольствие нравиться. И когда это будет очень хорошо нравиться, я буду самым счастливым человеком. Так-с, так-с. Заду наперед. Хорошо. Единственное, что надо сразу же красить стекла. Сразу же. А че? Неплохо. Мы хотели все-таки сюда поставить мостики. А можно даже какие-нибудь блоки двери. Но они такие тяжелые. Такие тяжелые блоки двери. Но вот что-то здесь не хватает. На мой взгляд. Может быть... Какую-нибудь вентрешетку поставить. Или прожектор. Не, прожекторы нахрен. С их оптимизацией. Но вот что-то сюда поставить можно однозначно. Что-то новое. Блок двери вот так вот воткнуть. Нет. Плохо будет. Бузка такая противная. Не-не-не-не-не-не. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. А че, я могу прям так поставить? А сюда не могу почему-то. Туда вовнутрь могу, а сюда не могу. Бывает. Опс. Да, че-то он и варить начал намного медленнее. То ли мне кажется, то ли я тронул какие-нибудь настройки. Неплохо. И сюда мы тоже можем поставить конерлайт, например. Я его точно назвал неправильно, но тем не менее. Или какую-нибудь LCD панельку с каким-нибудь крестиком злобным. Не лезет она туда. Батька не лезет. Жалко. Ладно. Все. Позже. Хоп-хоп-хоп. Но тем не менее. Уже похоже на что-то с чем-то. Ну так как мне оставлять вот этот вот угол? Или не оставлять? Здесь вот должен быть обычный блок. Однозначно обычный, потому что совсем много. Совсем много плохо. Немножко подтупливаю, извините, пожалуйста, но бывает. Вот как-то так. И нам нужно добавить еще будет пару гироскопов. Ой-ой-ой. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу таким быть. Надо еще с цветом будет поработать однозначно. Вот эти ребра точно должны быть другого цвета. Такой вот сизенький взять. И уже... Ой! У меня тут дыра. Дрень! У меня немножко колесико на мышке с ума сходит. Так что оно самопроизвольно может переключиться. Пусть будет. И как вы видите, друзья мои, уже какой-то вид у нас появляется. Так. Тут мы делаем ребра. Не в той игре. Я знаю, что я делаю все это не в той игре, но... Мне интересно сделать это в этой игре. Так. Относительно стекол сразу же красим. Потому что если их сразу не покрасить, потом никогда не покрасить. Это я уже удостоверился с моим... Слушайте, а как неплохо... Как неплохо смотрится. Вау-вау-вау. Я даже так умею. Сам себя не похвалишь, как говорится, друзья мои. Никто не похвалит. Такс. Такс. Блинские автоповороты. И вот такой вот у нас поездочек. Полный поездец, друзья мои. Надо еще подумать, где в него будет вход. Думаю, что это будет тягач. То есть основной... Основной грузовой будет далее. Так. Ну и здесь, естественно, крышу. А крышу мы можем вообще сделать... Фу-фу-фу, как смотрится здесь изнутри вот этот цвет. Что же нам придумать-то? Да закрыть его нафиг. И все. Как-нибудь вот так. Не-не-не. Заужение пространства это есть плохо. Спасибо, Нань. Я ценю твою помощь. Так. Что же придумать? Сюда. Панель. Сюда. Так, так, так. Ладно. Пока делаем концепт общего поезда. С внутренностями разберемся потом. Так же, как и с покраской. Как же мне сделать крышу? Все время у меня такое ощущение стало, что как-то более перегораживает. Больше количества экрана мне перегораживает этот резак. Очень даже неплохо. И кажется, не надо здесь с цветом было экспериментировать. Оно и так очень неплохо будет смотреться. Потом подберем другой цвет. Я просто такой, чтобы глаза не резало. Ну, уже что-то с чем-то. Вот, кстати, смотрится как какой-то покемон. Это что за покемон? Такс. Это фигня получится, да? Может, туда какой-нибудь блок этот вот такой. Ну, тоже это будет два глазика и ушки. Нет, наверное, не надо тут ничего экспериментировать. Придумаем позже. Пишите в ваши комментарии, кто что-нибудь придумает. Здесь, я думаю, уже можно делать ворота. Фу, какие ворота. Двери. Так, здесь надо сделать трапы. Трапы, трапы, трапы. Чтобы можно было забежать. Моторы мне не пригодятся. В этой серии мы уже ездить, я думаю, не будем. Пока я не установлю трастер. Кстати, надо бы этим заняться и как можно скорее. Вот такой вот у нас будет. Хотя, было бы очень даже красиво, если бы это было бы отдельное помещение. Вот вы заходите такие сюда. И тут какие-нибудь интересные вещи. И вид, конечно, будет шикарен. Отсюда. О, настоящий машинист. Друзья мои. Мне очень нравится. Плюс мне надо куда-то засунуть еще пару гироскопов, потому что оно падает. Это что за орган? Да, кстати, стало ощущение, что больше занимает. Такс. Слишком высоко. Светильники. Однозначно высоко. Где они у меня были? И не двойные ли? Не вертикально ли? Нет. Не вертикально, а вот так. Вот так вот будет хорошо. А сюда как раз мостики. Темные. Где вы? Где вы? Так, это будет мешать обзору. Это будет тоже нехорошо. Ну-ка, дай-ка. Обыкновенный стальной мостик. Обыкновенный плоский. Так. Вертикально или горизонтально? По-моему, горизонтально. Пусть будет. Такс. Здесь мы можем уже сделать вход. И подумать все-таки, как мне сделать потолок. Очень сильно бы не хотелось мне делать потолок мостиками. Потому что что случись, и оно сразу падает. И на мостик мы не можем прилепить ту же лампу. Полностью стеклянным делать тоже как-то не сильно хотелось бы. Но еще придется увеличить мой поезд в высоту. Я думаю, что он у меня на первом же повороте упадет. Так, ну вот, спереди уже более-менее симпатично. Если вот чуть-чуть подкрасить. Чуть-чуть подкрасить, я сказал. Х. О! Нет. А вот и нет. А вот и не угадала. А вот и не угадала. У меня жужжит с другом ухе. Ну-ка. Да, было бы неплохо, если вот это вот тоже покрасить. И вот так вот гранью пустить. Вот полоску как раз ниже. Тогда будет какой-то вот скорый поезд. Но он изнутри нам цвет изуродует. Хотя это пол. Че он нам изуродует? И хрен с ним пускай уродует. Правильно я мыслю? Правильно. Так, сколько весит в граммах? Восемьсот. Ой, восемьдесят тысяч. Если быть точнее. Как же мне сделать блинский потолок? Сейчас попробуем что-нибудь на мостик прилепить. Ну, я даже уже заранее знаю, что ни хрена на него ничего не прилипнет. Ни сверху, ни сбоку, ни снизу на него поставить нельзя. Эх, не хватает, не хватает. Опускать, опускать. Это будет давить на ухи. Даже если это сделать так. Ну, ничего в принципе не должно давить. И... И там уже можно использовать как раз эти мостики. Да? Или нет? Даже сам не знаю, друзья мои. Ладно, пусть будет пока. Спилить всегда мы можем. Главное понять концепт. Текст. И насколько у нас тут должно быть просторно. И в принципе, вот здесь уже можно... Закрывать данное помещение. Поэтому я немножко... Лишка. Стой, не вари. Стой, стой. Фу. Спасибо. Умная какая девочка. Или мальчик. Не знаю. Не заглядывал. Под конвейерную систему. Ха. Вы только посмотрите, друзья мои. Как тут уютно. Как тут уютно. Хорошо быть дизайнером. Высторгаешься от какой-то фигни. Ладно. Но здесь где-то можно стеклышко. А где-то можно и мостик использовать. Либо. Либо-либо-либо-либо-либо. Любо, братцы. Любо-любо, братцы, жить. Так. У меня самый тонкий из блоков. Это... Самый тонкий. Вот мучение-то. Вот этот вот блок. Хрен он сюда встанет, да? Нет, не хочет. Так. Хоп. Хей-ла-ла-лей. Сюда не встает, да? Не встает. Опа, встает. Ха. Да, но. Есть одно маленькое но. Конечно, потолок у нас становится прикольный. Но есть маленькое но. Опять же, я на этот потолок никакое освещение не придумаю. Да, однозначно. Но проверить настройки, по-моему, у меня скорость резки какая-то печальная стала. В общем, то же самое, только наоборот. Да? Берем четыре. Ах, хрен там. Как же, как же, как же, как же. С помощью мостиков. С помощью мостиков или каких-нибудь вентиляционных окон. К чему оно присобачится? Так, окна так поставить нельзя, значит будем мостики ставить. Можно вообще проход поставить задним. Где эти мосты? Чтобы он уже за мостик зацепился. Да, блин, повернись-ка. Повернись-ка. Опа. Делали, делали. Строили, строили. И, наконец, построили, да? Че я опять не лечу? Че у меня там с водородом? Нормально, полтора. Полтора литра еще. Много я их наставил, но, тем не менее. Где ты? Где ты? Вот она, вот она. На то, что я хотел намотано. Хоп. И, кстати, можно ходить так вот. Кто-то мне предлагал там сделать горячий трастер, но, смотрите, оно тоже, ну, как-то, по-моему, слишком по драконьему смотрится. Поэтому мы, наверное, здесь все-таки повернем. Даблинский. Вернись-ка. Вот как-то так. Оно будет смотреться намного приятней. Ну, что скажете, друзья мои? Полоса лишняя, да? Потоги дизайна. Единственное, что мне не сильно нравится, это двойной ряд полов. Двойной ряд полов, это мне прям сильно не нравится. Не нравится. А сюда, естественно, мы поставим свет. Добыли света. Хопа. Приятное освещение. Сюда, естественно, мы поставим ЖК-панель. Какую-нибудь информационную. Повернись-ка. Ага. Так. Что нам тут еще не хватает? Нам еще не хватает маленьких каких-нибудь панелечек информационных, которые будет нам загораживать обзор. В принципе, нет, но свой антураж введут. Нет, наверное, они должны быть маленькие и совсем печаленькие. Ну-ка, не вари. Спасибо. Так, у нас где-то были эти панелечки напольные. Напольные, напольные. Туда я уже ничего не устанавливаю. Кстати, у меня есть еще проход, и мы можем где-нибудь использовать вот эти вот интересные блоки. Они мне, в принципе, очень нравятся. И нам починили, наконец-то, лод-объекты. Это вот такая вот кровать. Диван-кровать, да? И даже туда встанет. Хорошо. И у нас тут появляется освещение. Нет, слишком заужает мне пространство. Это убираем нафиг отсюда. Ой, кто это набросал. Теперь это надо построить. А, хрен там. Ёп! Стой, стой, стой! Фу! Слава тебе, я эти... Что я в ограничительных рамках стою. Надо что-то делать с этими гироскопами. Подождите. Я проверю там у меня. Снизу все нормально. Вроде все нормально. А то интересно так построили. Мне же даже понравилось. Да, надо ставить трастеры однозначно. Кстати, у меня же не зря двойной пол. Мы можем как раз сюда пару трастеров и... Поставить. А потом спилить. В перспективе. Торчать будет? А, блин. Второй-то не влезет. Эх! Горшочек. Не вари. В общем, нельзя трогать гироскопы. Есть еще одна идея. То есть сделать как бы езда в метро. Ограничивать и по блокам двери вот так вот скользить. Тогда он уж точно никуда не денется. А если еще раз я так трону, то будет печаль и беда. Вот слава богу, выдержала. Надо эти дела не забывать. Слушайте, а мне нравится. Нравится, нравится, нравится. Так, мыши не трогаем. Так, Connor Light Double. Радиус. Цвет. Интенсивность. Чтоб такое рассеянное освещение было. Сейчас повернемся, посмотрим. 30 метров не дофигали? Да нет, очень даже уютненько. Единственное, что вот эти вот места мне не нравятся относительно цвета. Ну что, сюда ставить проход или что-то еще? Мне кажется, сюда можно поставить обыкновенную дверь. Обязательно выложу этот проект в мастерскую, чтобы вы могли использовать. У нас наконец-то с новым фиксом появилась возможность где эти двери-то? Флайдинг Дор. Появилась возможность, как бы это помягче сказать? О, да. Прям тамбурное, вы посмотрите. Пролясно, пролясно. Нет, хорошо. Хорошо. Так, продолжаем делать полы. Вот это вот, недоразумение, надо все покрасить в зад. Будет низ темный тогда. Наверное, так я и поступлю. То есть, вот по этому уровень у меня будет все красное. А вверх здесь будет песочный. Вот как-то так. Тут мы хрен покрасим, это естественно. Потому что нам теперь светильники не дадут. Ну что скажете, друзья мои? По-моему, очень даже неплохо. А что у меня с кислородом-то? И? Ага. Я еще и гермак снял. Намного лучше, чем было. Однозначно. Блоки легкой брони. Вроде легкой. И? Так. Просторненько, просторненько. Однозначно просторненько. Теперь мне надо как-то сюда придумать еще сундук. Но если я придумаю сюда сундук, мне придется срезать гироскоп. Чего я меньше всего хотел бы. Так. А не попробовать ли нам проехаться? Пути у меня вот такие серые будут. Знаете, ездили так. Очень даже неплохо. Видно, что не закончено, но... Пусть будет. Пока ездить будем по прямой. Для тех, кто не видел, как это происходит. И проверим по массе, вообще тянуть будет, нет? Блин, как же плохо смотрится вот этот красный здесь. Предлагайте относительно освещения. И я все-таки хотел бы как-то вот здесь вот прикрыть. А давайте попробуем его прикрыть. Ты не дергайся, давай. Прыгаешь ты мне. Наверное, как-нибудь вот так. Чтоб как можно меньше было видно. Будем надеяться, это не сильно помешает нашей подвеске. Ага, здесь уже мешает. Значит и там помешает. Логично. Ну-ка вернись большой блок. Не-не-не, фу. Фу, блядь. Да, намного лучше стало, когда вот так вот подзакрыл. Но я думаю, что для поворотов это будет плохо. Там никто не видит, поэтому срезаем. Экс. И ее как раз покрасить. Хорошая мысля приходит опосля. Вот оно какое. Счастье-то. И это вам не моли строить. Это уже что-то с чем-то. Так. Вопрос интимный номер два. А как же мы на него будем залазить? Лестница в данной игре не придумана. Так, а что у меня по серии? И по водороду. По водороду у меня пипец. А по серии... Сейчас посмотрим. Так. Да, все-таки все больше склоняюсь. Данный корабль, пока мы не будем над ним работать. Кстати, дизайн чем-то схож. Нет. Ну, с той стороны он более проваренный. Дизайн чем-то схож даже. Ой, у меня здесь окон оказывается нет. Уи-и-и. Убрать его отсюда. И прям когда закончим с поездом, будем заниматься уже кораблем. Как бы наберемся опыта. А я все-таки хотел себе водород. И посмотреть, что у меня по серии, друзья мои. Кис. Ларот. Ная станция. Че я ничего не набрал-то? Кис. Кис-кис. Кис. Хорошо. А, у меня мест нет. Мин нет. Текс, текс, текс. А вот балки я все, наверное, зря. А, нет. Это были вообще малые трубы, которые мне почему-то... Зачем они мне вообще нужны? Так. Пустой тоже забери. Этот забираем. Льда хватает и на льде мы стоим. Тут у нас, в принципе, все терпимо. Зомби там бегают. Ой, бедный, бедный зомби. Во-во-во, бежит, бежит, бежит. Смотрите. Хищ. Дайте мне чем-нибудь пострелять-то. Дайте мне чем-нибудь пострельнять. Объявляю охоту на хищей. Вот он, маленький. Смотрите, у него даже баллон торчит. Воу. Ну вот. Турель всех моих зомбарей побила. Зараз такая. А что по серии-то? Так, секунду. Ну-ка. О, у нас как раз и конец серии, друзья мои. А что у меня с рукой? Что это? Что ты? Что ты делаешь? Оу, еее. Да. Лучше бы они анимацию не трогали. Они вечно пытаются трогать то, что нормально работает. Особенно это мне нравится, как это выглядит с бурами. Они говорили, что это починили у растяжения руки. Нифига ничего не починили. А то теперь мы нежно будем пощупывать бур. Так, ну что же. Вроде бы мне как нравится. Не знаю как вам, но мне именно начинает нравиться. Надо вот это вот сделать потемнее, более коричневым цветом. Но это все потом. Мы хотели попробовать прокатиться. Метров пять хотя бы вперед. Сейчас проверим то, чтобы он у меня с обоих сторон был одинаковой массы. Чтобы его сразу же не завалило. И разбивать, как говорится, под конец серии. Чтобы было интереснее. Не вижу ни хрена, как оно стоит. Понятно. Заду и наперед. Да, я бы на их месте все-таки прозрачность бы немножко еще добавил. Так-с. Да, покричневее надо, конечно. Красный, конечно, приятный, но не настолько, как хотелось бы. В общем, площади у меня здесь хватает. Взлетно-посадочная полоса. Сейчас у меня запиликает. В угол. Хоп, зашли. Волшебство. Волшебство. Хопа. Очень даже неплохо и очень даже интересная кабинка. Так-с. И теперь не туда. Группы. А, блоки таймерные. Таймер В. Таймер З. Активировать. И таймер З. Активировать. Да-да-да. Я вас слышу. Ну что, попробуем. А вид. Да, с видом тут небольшая беда, конечно, но тем не менее. Под конец серии. Под дробь. Мы едем, едем, едем. Далекие края. Ну, прям не падает. Ну, шатается, конечно. Довольно-таки. Ощутим, но тянет. Все прекрасно. Будем доделать вагон. И думать насчет его стабилизации. Я, в принципе, знаю, какую стабилизацию сделать. Теперь главное не стукнуться. Ну что ж, друзья мои, уважаемые подписчики и гости зрителей моего канала. Я уже нахожу, пытаюсь найти проект хороший, для такого еще не видели. И думаю, в выходные мы что-нибудь с вами интересненько придумаем. Всем вам огромнейший лайк за просмотр. Ставьте ваши оценочки. Пишите ваши комментарии. Очень приятно читать. Пишите ваши дизайнерские предложения. И предложения относительно самого поезда. Ну, а всем вам повыше FPS, поменьше бага флагов. Что-то я вот подскакиваю на этом поезде. В крайнем случае, мы его переделаем в летающий, не знаю, в летающий поезд. Всем вам огромнейший лайк за просмотр. Всем приятной игры. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Что-то его все сильнее и сильнее шатает. Страшно. Надо выходить нафиг. Субтитры создавал DimaTorzok